Всем привет. Меня зовут Александр Несюк. Я занимаюсь разработкой модулей 1С, которая интегрирует данные между 1С и нашими продуктами. И перед тем, как рассказать про наши продукты для Bitrix24, я хочу рассказать, зачем вообще ставить наши модули, которые мы разрабатываем. Вообще, самая главная причина… Самая главная причина – это уникальные возможности. Такие, как, например, выгрузка контрагентов из 1С на Bitrix24. Потому что очень часто первоначальный источник данных – это 1С, потом покупают портал, покупают лицензию и выгружают все данные. И потом уже с контрагентами работают. Или такая же уникальная возможность, как просмотр расчетных листков или остатков отпуска на корпоративном портале. Или же, если мы говорим о модуле Boost, то это уникальное пользовательское дерево групп товаров. Например, у нас, когда 1С, у нас идет учетная система. А сайт – это скорее витрина. И очень часто иерархия товаров, которая в 1С и на сайте, отличается. И нужна другая. Важная задача на сайте, чтобы клиент быстро нашел товар и его купил. Поэтому иногда имеет смысл делать его наиболее удобно для клиента. И это как бы наш функционал позволяет. Второй же особенность – это наши специальные доработки, механизмы по передаче и обмену данных. Например, на первом этапе у нас была реализована пакетная выгрузка, которая позволила сократить требования к оперативной памяти, когда формируются данные. Потому что, конечно, нет проблем, когда база 1С очень маленькая, 5-10 тысяч товаров. Но когда их сотни тысяч, то очень часто не хватало памяти для формирования данных по информации по товарам. Это первый момент. Второй момент – увеличилась безопасность. Появился так называемый токен, который предотвращает злоумышленникам подложить другие файлы обмена, которые бы нарушали работу сайта. Потом же у нас были оптимизации выгрузки только в новых измененных картинках, которая очень сильно сократила время передачи данных и ее загрузки. Например, мы делали анализ, и получается, что где-то 90-95% объемов передавания данных – это картинки, причем картинки старые. И когда мы начали выгружать только новые измененные картинки, то объем данных сократился в разы, и, соответственно, увеличилась скоро обмена. Ну и, конечно же, поддержка. У нас есть специальный форум на сайте 1s.1s-b3.ru, на котором вы можете задать вопросы или посмотреть на тельные ответы. Если же какие-то у вас серьезные вопросы по работе с модулем, вы можете написать в соответствующем разделе, на котором я часто захожу и отвечаю. Помимо этого, у нас уже для буса версии 7 не так давно вышел новый модуль, в котором появилась возможность сразу напрямую из 1s отсылать тикеты техподдержку. Причем этот механизм крут тем, что, как правило, как раньше происходило обращение в техподдержку. Клиент писал проблему, и все. Когда, если вопрос какой-нибудь тяжелый, техподдержка отсылала вопрос мне, я смотрю, нету служебной информации в данном случае. Неизвестно, какая версия платформы, неизвестно, какая версия модуля, неизвестно, какая это конфигурация 1s. И поэтому я обратно задал отточняющие вопросы техподдержки, техподдержка клиента. Клиент потом заново присылал, и из этого получался очень большой лаг. А когда появилась возможность отправлять тикеты из 1s, то клиент просто пишет проблему, прикладывает скриншоты, указывает лог-файл и нажимает на кнопку отправить. И автоматически формируется вся служебная информация для решения тикета. И это серьезно ускоряет обмен. Если посмотреть по статистике наших модулей, у нас посмотреть по скачиваниям вообще всех модулей, то можно увидеть, что в среднем у нас 700-800 скачиваний в неделю. Конечно, есть пики, когда больше, когда там все работают, когда аврал, и бывает меньше, когда время отпусков. Если посмотреть по этой статистике, то примерно 25% всех модулей скачивают, что это 1s tracker. И сейчас мы поговорим о 1s tracker. 1s tracker, сам модуль вышел примерно год, чуть больше. И не так давно у него вышла новая версия, в которой появился ряд возможностей. Вообще, начнем с проблемы. Почему он появился? Появился он по той причине, что очень многие ввели свои продажи в оффлайне. У них была своя клиентская база, у него свои были заказы. И у них появилась коробка, портал. И нужно было как-то на портал выгрузить эти данные, чтобы менеджеры потом могли работать с этими клиентами. Звонить им, вести переписку, историю переписку. И для этого был разработан модуль 1s tracker. Что модуль позволяет сделать? Он позволяет выгрузить информацию о контрагентах на портал. И также, помимо этого, выгрузить его ряд документов. Документы по умолчанию выгружаются, у нас только отгрузка. Но настройки можно настроить так, чтобы выгружались еще другие документы 1s, в которых есть реквизит сумма и контрагент. А в результате нового обновления 1s tracker появился незаметно выгружать эти данные. То есть в режиме реального времени. Причем режим реального времени, он не асинхронный. То есть вы создаете или изменяете контрагента, нажимаете на кнопку ОК, он не сразу отправляется. Он сразу поставится в очередь. И сразу через 5-10 секунд в фоновом режиме эти данные отправляются. То есть вы это вообще не замечаете. Это не падает скорость работы самой 1s. Но в то же время практически мгновенно это все попадает на портал. Если посмотреть по настройкам, то в новой версии появились общие настройки, в которые указываются данные для режима реального времени. В данном случае самая важная настройка это токен. По этому токену наш модуль определяет, на какой портал нужно стучаться. И авторизуется. При каждом обращении к порталу токен обновляется. Также помимо этого... Также важно название выгрузка, название коннектора, потому что этот коннектор будет оторважаться и на портале данные хранятся в разрезе коннектора. Также там уже указывают типы выгружаемых данных в режиме реального времени. Можно указать так, чтобы только контрагенты выгружались. Или только документы, или только контактные лица контрагентов. То есть настройок в принципе не так, что и много. Именно чтобы указать на три поля, нажать на кнопку и все заработает. Единственное момент, что общих настройков в том, что контрагенты, например, если поставить флажок в выгрузку контрагентов в режиме реального времени, выгружаются все контрагенты вне зависимости от отборов. Если же вам нужно, чтобы вы выгружались контрагенты в определенных группах, или документы только определенных организаций, или же у вас есть несколько порталов, и вам нужно интегрировать с одной 1С, то тогда вам поможет тот старый функционал, который уже был реализован в один из трекеров. То есть там есть дополнительные настройки в планах обмена, где вы сразу указывали токен конкретного портала, могли указать, какие данные должны выгружаться, могли вырастать по расписанию, чтобы каждый час, каждые сутки эти данные выгружались. И на этой форме можно указать отборы по контрагентам или по организациям. Вы просто задаете их, и тогда только данные, удовлетворяющие этим отбором, могли выгружаться на портал. Вот так это в принципе все выглядит на портале. Данные все выгружаются как в мои дела, так и еще в соответствующие разделы. Например, контрагенты могут выгружаться как в компании, так и в контакты. В компании выгружаются только контрагенты, которые являются юридическими лицами, а в контакты выгружаются контрагенты с типом физлица или индивидуальные предприниматели. контактные лица контрагентов юридических лиц контактные 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 лица контрагентов с типом юридических лиц выгружается также в контакты все дела ой все документы выгружаются в дела вне зависимости от того какой заказ это или или это отгрузка или это может быть счет и в тот момент еще есть такой нюанс если вас база 1с опубликованного веб-сервере и вы указали в настройках что адрес до самой 1с кита в объекте который загружен с 1с китом будет ссылка на этот объект на в базе 1с то есть вы кликаете на этот объект у вас открывается окно сама 1с к опубликованного веб-сервере конкретно был вы можете посмотреть объекты в 1с и если необходимо его отредактировать вы сразу и редактируйте там данный заменяется эти данные снова режиме реального время попадают снова на портал в новой версии был реализован так называемый там функционал face карт что это такое технология face карт позволяет напрямую из 1с распознать клиента по лицу самый простой кейс где это можно использовать это в магазине клиент приходит и вместо того чтобы показывать доставать магнитную карту карту скидок вот по лицу распознают сразу поставляется скидка вообще что она позволяет на первую очередь вам не нужно будет клиентам не нужно будет мучиться с этими пластиковым картами нужно будет их создавать не нужно будет вручать клиенту также это в режиме реального времени у вас создается контрагент и в 1с и сразу отправляется на портал но для меня самая крутая штука это что этого эффект то есть очень мало магазинов у кого реализован этот распознать распознание клиентов по лицу чтобы скидка подставлялась именно по лицу и не знаю как конечно как в москве но в клейнграде если рассказать то будет толпой людей ходить чтобы посмотреть как это вообще это работает и в том и в этом в плане продажи просто увеличится если смотреть по настройкам то настроек то принципе как бы минимум это сам функционал входит в один из трекер и есть к этому два флажка который один флажок отрежащий то что если у вас есть розница то в желателе документчик и км на портал а второй это создаватели контрагента в сразу один из ки если он не распознался в принципе это все настройки остальные там конечно компонента для работы нужно и расширение но они принципе становится только по одной кнопке и в том числе могут автоматически при установке если же контрагент не нашелся то открывает соответствующая форма краткое заполнение нового контрагента ты заполняет свой контактной информации нажимая кнопка зарегист зарезервировать и он автоматически попадает сохраняется в 1с к режиме реального времени попадает на портал причем та фотография которая у него сохранилась автоматически представляется как его как бы аватарка и потом когда создается заказ поэтому контрагенту или там не заказа об чек то он тоже автоматически попадает на портал в режиме реального времени вот примерно так он работает здесь на этой форме это база вроде как у nf1 редакция 16 то есть когда ставится наше расширение появляется новая кнопка распознать по лицу открывается формочка на которой отображается ну как бы клиент сразу автоматически определяется его лицо нажимается на кнопку данной отправляется на портал с портала получается индификатор там этого лица и сатан по этому дефектора поставляется скидка если не находится появится контрагент контрагент поймем контрагент остается его партнер создается его карта я и лояльность или как называют гору дисконтную карту и к которой и он подставляется и в каждом все реально в режиме реального времени это синхронизуется с порталом это все есть и на портале и в самой один из ки и специально для фейс карты у нас был реализован специальный тариф для малого бизнеса что он включает он включается возможности тариф от проект плюс неограниченное количество распознаваний для фейс карт и для битрикс битрикс 24 и также включает 2 на 24 пользователя а и всего за ты за 1990 рублей но этот тариф как бы который родится плюс царям он не находится в разделе тарифов его можно посмотреть выбрав раздел 1с плюс царям битрикс 24 и там как раз таки до принес к промотать то там будет краски ссылка на этот тариф где можно почитать и его подключить как можно скачать наши модули вообще модули для битрикс 24 скачивается на специальном на сайте 1с.11 битрикс.ру в разделе модули для битрикс 24 скачать его можно зайдя на этот на этот сайт или же можно найти скачать сразу с портала зайти в раздел 1с плюс царям битрикс 24 немножко промотать и так раз таки пункт 1 и скачайте наши модули кликайте по этой ссылке и также перейдете на эту страничку где скачивать а там же вы убираете там какого модуль нужен например в данном случае там убираете 1с tracker для какие конфигурации у нас и в этот модуль 1с tracker он реализован для управления торговли редакции 10.3 также которых он также под подходит для управления производственными предприятиями для backs 1.3 и комплекс на автоматизации редакция 1.1 есть модуль для управления торговли редакции 11.1 который также подходит для репи 2.2 и комплекс автоматизация 2.2 для он и ф редакции 16 и для бухгалтерии редакции 3.0 единственный момент что для бухгалтерии доx 3.0 нет фейс-карта потому что там как бы бара жку база мешка для другого нужно и там как таковых скидок нет им не смогли продемонстрировать технологии но при необходимости то специально это функция можно легко перенести из торговли бухгалтерию там как бы он никак не зависит по сути от самой конфигурации ну и теперь про планы планах у нас стоит разработка нового модуля для битрикс24 причем у нас планы очень очень большие и они разбиты на различные этапы и первый этап это вот реализация следующего функционала первых двухсторонний обмен контрагента месте пример у нас 1с трекер гружает только из 1с на битрикс24 то новый модуль будет выгружать синхронизировать в обе стороны также у нас планируется выгрузка выгрузка информации о товарах причем не столько товары но еще и свойства товаров цены товаров остатки товаров и также у нас планируется на первом этапе синхронизации счетов единственный момент что этот третий пункт нас будет реализован только для уныф управление нашей фирмы и для бухгалтерии потому что для торговли счета немножко отличаются от тех которые битрикс24 и для торговли у нас потом будет реализованный обмен другими документами на каких же технологиях это будет все реализовано в первую очередь у нас будет обмен реализован на технологии рестапе и причем нас все будет выгружаться в режиме реального времени то есть вы изменили данные изменили данные создали в 1с они сразу же время время попадут на портал то же время на портале вы изменили они также попадут в режиме реального времени в один из вести момент что только не не сразу по синхронном режиме также мы попытаемся перейти на технологии расширения 1с технология решения 1с позволяет устанавливать дорабатывать технику конфигурации с помощью дополнительных модулей который который чтобы установить не нужно заходить конфигуратора просто они напрямую из интерфейса клиента устанавливается те объекты которые нам необходимо они планируются выходить в версии платформ 8 311 поэтому когда эта платформа выйдет и когда у них будет поддержка их не конфигурации этой платформы тогда мы планируем перейти на технологии расширения тогда нужно будет конфигурации ставить очень просто открываете обработку нажимаете на кнопку и опыт сама все установилась и сама перезагрузилась и поставилась и так же мы будем приходить на джессон потому что плане планируется у нас то что нас будет все работа режиме реального времени пакеты данных будут небольшие и наиболее оптимально уже уходить от xml она в этом плане джессон потому что меньше требует ресурсов но конечно с большими данным конечно будет еще посмотреть подумать ну в общем все спать это ставьте наши модули спасибо за внимание если есть можете задать вопросы спасибо за же есть ли вопросы давайте подойду александр скажите пожалуйста вот вы говорите что будут угрожаться информация о товарах а что насчет торговых предложений рассматриваем этот момент может быть мы торговое предложение с товарами объединим это будет как товар потому что возможность как бы есть некоторые проблемы с ними ну хорошо ладно спасибо еще время у нас есть можно спросить вопрос не по 1с у меня пара вопросов таких но не полностью технических а скорее в принципе по как бы ну по логике вы сможете на них ответили давайте попытаемся так первый вопрос почему точнее если какие-то сложности в выгрузке именно количественных количественных данных по товарам и за 1с вот битрис 24 что имеете под словом количественных товаров количественных данных товаров ну короче учет количества так смотрите в нашем модуле планируется планируется остатков остатков да 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 на первом этапе у нас будет только в разрезе одного склада но в дальнейшем возможности такая потребность в разрезе многих складов а почему вот как бы к этому так долго идете скажем так такая история так так просто ну реально очень очень долго это ждут и против в интернет-магазине уже есть это давно сейчас вот начали очень плотно заниматься до этого у нас плотно занимались бусом сейчас вот дошла очередь 24 и будем его доводить до очень хорошего состояния планы планы очень большие на самом деле так вот первый этап на самом деле там все на ногу все серьезнее понятно то есть вы то что вот я сейчас услышал уходите от вот этого cml формата да и на джейсон переходить для 24 да мы будем ухейтить от xml приходить на на рестапе и от срестапе удобнее работа через джейсон окей спасибо второй вопрос может быть вспомню еще чуть 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 позже там он сам посложнее скажите пожалуйста мы получили следующий разрыв когда мы настраиваем интеграцию с 1с битрикс24 все замечательно но работа идет со счетами а вся управленческая часть и вся аналитика она работает на сделках на то чтобы вся воронка была просматривалась все это было удобно и в этой части не получили при изменении счета полученного со стороны 1с при изменении количественных там составных характеристик этого счета изменение сделки потому что это разорванные два объекта и повесить не можем ни на триггер не на робот не на сделайте уберите разрыв просто вы видели только первый этап на других этапах у нас с их признаться с другими документами то есть у нас будет и и сделки и счета и заказы там которые появятся там очень большие планы очень признаться очень больших обетов когда работа уже ведется до первого этапа я не могу сказать когда это будет точно завершено но у работа уже ведется страна 1с так точно ведется этот будет намного раньше чем в этом месяце или следующем будет ну нет не в этом месте следующего но но очень полгода да я думаю должно быть первый этап так точно там у нас еще есть время на вопрос добрый день подскажите вот конфигурация 1с и rp который включает себя торговлю 11 она будет через один из трекер работать с битриксом она уже работает потому что управление торговлей дакс 11 она в принципе эта подсистема торговли выходит в рп поэтому если есть модуль для управления торговли 11 то значит он он же этот модуль подходит и для брони торгового для лирпи подходит в рп есть реквизиты которые пользователь без участия программистов может самостоятельно добавлять этот функционал касается в том числе и торговли 11 будет ли в 1с трекере возможность связать вот эти пользовательские реквизиты с полями которые в битрикс24 используются на первом этапе скорее всего нет но в дальнейшем да у нас модули для буса например есть такая возможность такая поддержка в русский реквизитов товаров указывает дополнительные реквизиты или там сведения самих товаров созданных пользователям но на первом этапе не за успеем или это не успеем когда-нибудь мы к этому придем к этому функционалу там как бы есть вот есть сложности быстродействие смотреть добрый день а подскажите пожалуйста вот такая скажем больная тема довольно таки используем три продукта тоже как наверное многие другие это 1с управление торговлей битрикс24 и соответственно 1с битрикс приходится работать сразу в трех проектах грубо говоря на данный момент а скажем так основной функционал весь реализован в 1с но тем не менее постоянно приходится как бы уходить в другие проекты то есть например банальная там отправка смс она есть и во всех порталах отправка писем тоже есть там email маркетинг анализирование отчет и выставление счетов но скажем так в битрикс24 интернет-магазину продавать большим ассортиментом номенклатуры продавать нереально потому что нет остатков нет закупок а если это магазин маленький и не имеет соответственно разделенных отделов отдела закупки там продаж там и прочих соответственно и эти функции совмещены в одном или нескольких человеках получается то возникает проблема что почему 1с которая по сути своей является ведущей в этих трех компонентах и является хранителем всех баз почему на ней не строится вся концепция развития но один из тоже далеко не все можно развить например не все так удобно с точки зрения там интерфейса и с различных технологий но у нас идет планы вот именно по взаимодействию всех этих там про трех столбов это битрикс24 бусы и 1с чтобы как бы данные синхронизировались не мешали и не конфликтовали но проблема да известно и мы в этом направлении двигаемся а по поводу остаток остатков у нас как раз новый модуль который будет он будет выгружать и остатки товаров и цены исты момента что будет ли удобно работать там со 100 тысячами товаров это уже другой разговор вот данные то выгружаться будут еще меня вопрос не столько касательно 1с трекера сколько просто экспорта импорта из 1с и в битрикс24 если сможете ответьте пожалуйста можно ли при импорте данных в битрикс24 ну касательно базы клиентов элементарно выгрузите и заполнить данные реквизитов которые предусмотрены непосредственно в карточке битрикс24 который не нельзя импортом заполнять сейчас не предусмотрено в дальнейшем возможно будет это в работе уже окей спасибо саша еще можно еще во первых вот продолжаю вот так сказать этот вопрос в 1с в 1с битрикс24 насколько я помню есть возможность настроить соответствие полей при выгрузке вот как раз счетов там в чем много-много чего можно настроить и параметры компании и как бы физического лица правильно это выгружается но не принимается на стороне 1с или как это происходит если битрикс24 у нас сейчас все выгружает сейчас только в одну сторону со стороны 1с на стороне битрикс24 в обратную сторону нас не выгружается когда будет в обе стороны будем смотреть скорее всего будет появится настройка нужно ли менять данные из портала ну 1совский или или в другую сторону как бы это будет регулироваться а второй собственно мой вопрос вот такой по 1с трекеру именно контакты выгружаются окей компании выгружаются окей прошу прощения единственное может быть вы уже рассказывали я чуть чуть позже пришел эти самые сделки сделки выгружаются в виде дел а не в виде сделок почему так и будет ли это меняться так но сейчас угрожается потому что стояла такая задача чтобы они были и чтобы можно было их смотреть чтобы менеджеры может могли смотреть и потом поставить небольшую аналитику а ну версия модуля у нас как бы он будет развиваться очень долго и как бы много этапов и в один из этапов у нас будет синхронизация различных документов на первом этапе у нас будет только синхронизация счетов но в дальнейшем у нас будут и другие документы в том числе и сделки и заказы и там и другие другие а какая аналитика вот по сделкам как по делам то есть сначала нужно вручную я так понимаю обработать эти дела да менеджер смотрите на сколько память не изменяет интерфейс не поменяли когда загружаются документы в дела то там уже можно посмотреть отчет сколько там было сколько было по делам а ну понятно понятно спасибо сейчас только так еще один вопрос а задачи будут синхронизироваться с 1С планируется вообще нет они планируются потому что во первых далеко не в каждой конфигурации 1С есть задачи и вторых как бы ну я не думаю что как бы удобно их вести в 1С потому что намного удобнее их вести в 324 ну просто есть несколько систем которые в данный момент интегрируется с 1С да и очень хорошо интегрируется в плане задач постановки задачи например по отделу продаж и маркетинга легче вести в битриксе получается две системы с различными задачами контролировать довольно таки сложно ну смотрите если будут большие запросы то всегда это можно реализовать главное что была потребность в этом будет потребность будет реализовано спасибо столкнулись сейчас с проблемой такой когда у компании несколько контактных лиц или группы контрагентов связаны между собой меняешь ответственного менеджера за компанию допустим автоматически при этом у контактов ответственный менеджер не меняется вот эту проблему как то можно будет решить мы посмотрим может ее как нибудь решим у нас как раз будет переделаться выгрузка контрагентов возможно в это мы и заложим тоже в том числе есть такой модуль я здесь я думаю что у вас там у нас диванчиков много я думаю там пообщаетесь еще один вопрос есть нас да да ну значит все в принципе моей потребности закрывается когда будет опыт в новой итерации сделки будут будут остатки мне еще необходимо я сталкиваюсь еще со счетами на предоплату вот в эту сторону что-то будет делаться сейчас приходится оставлять два счета там как-то 1с потом не понимает что они относятся как одной сделке да то есть считает как раз будут те как счета которые вам нужны по сути в этом случае в это счета который который будет угрожать будет попадать в документ счет на оплату который бухгалтерии и который небольшой фирмы то есть вот такая есть частично но смотрите у вас будет два документа вас будет как-то как-то я вот вижу у вас есть два документа счет на оплату они эти два документа попадут в бухгалтерию потом у найти их на счет на основании этого счета у вас будет документ сделка у вас будет как бы эти два документа будет у них основание этой сделкой когда эта сделка попадет в саму 1с у нее будет как бы то подчиненный документ этой сделки будут эти основания то есть как бы такая иерархия останется и все будет нормально Можете будет посмотреть. Но на первом этапе, как эти сделки у нас выгружаться не будут. Поэтому будут отдельные документы. Смотрите, как это будет реализовано. На текущем, на первом этапе у нас только счета. И поэтому он никак не будет смотреть. Никакую информацию обратно выгружать он не будет. Но когда же будет полная схема реализована, он же будет смотреть именно по самой оплате. Как у нас сейчас реализовано в буси. У нас выгружается признак полностью, полностью ли оплачен, например, заказ. Когда он полностью оплачен, выгружается признак. Если он частично оплачен, признак не выгружается. Или же другой механизм, когда у нас есть заказ, есть два документа оплаты. Если в сумме эти два документа оплаты равно сумме заказа, тогда заказ считается, что он оплачен. Саша, останавливаю тебя, потому что у нас последний доклад. Спасибо, Саша. Аплодисменты. И он будет ждать вас сейчас на диванах.